Здравствуйте друзья, в этом видео мы продолжим знакомство с устройствами для экосистемы умного дома Apple HomeKit от украинского бренда Kaala и поговорим о управляемых настенных выключателях. К слову говоря, управление освещением это один из наиболее частых кейсов, с которого в принципе начинается построение умного дома. При сохранении привычного способа включения и выключения, вы дополнительно получаете контроль как при помощи автоматизации сценариев, так и напрямую через смартфон из любой точки мира. Герой обзора имеет несколько особенностей. Кроме штатной поддержки в HomeKit через Wi-Fi, это возможность установки в круглые подрозетники, работа как с нулевой линией, так и без сенсорной кнопки. Есть модели в белом и черном цвете от 1 до 4 каналов управления. Перед тем как мы начнем по традиции, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей интересующихся тем умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства Проводной выключатель Количество линий от 1 до 4 Интерфейс управления Wi-Fi Нулевая линия опционально может работать с нулем и без Диапазон рабочих напряжений от 170 до 240 вольт Максимальная нагрузка на линию 600 ватт Минимальная работа без нуля 16 ватт, но в комплекте есть балласт Размер наружной части 86 на 86 мм Размер внутренней части 49 на 49 мм Система управления Apple HomeKit Cozy Life Ко мне попало сразу две модели выключателей Упакованы они одинаково, в уже знакомых по прошлому обзору коробках с надписью на украинском языке и логотипом Каала Сзади указаны краткие технические характеристики про которые я уже рассказал Думаю было бы целесообразно сделать еще табличку в которой отмечать цвет и количество линий управления На внутренней коробке есть QR код для перехода на страницу инструкции Я считаю это отличная идея, так как кроме экономии бумаги вы получаете доступ к самой актуальной версии Выключатели доступны в белой и черной версии Количество линий управления от 1 до 4 В моем случае белый с одной линией и черный с двумя Кроме выключателей в комплект входят фирменные наклейки, крепеж и балласты для работы в режиме без нулевой линии Хотя в описании на сайте написано, что они нужны в случае использования с маломощными нагрузками Я рекомендую их подключать в любом случае, даже если нагрузка достаточно мощная Суть в том, что если по какой-то причине вам нужно будет например снять светильник То без него выключатель перестанет получать питание и отвалится из сети Если будет балласт, то он будет работать без нагрузки Подробнее об этом я рассказывал в своем видео, ссылку вы найдете в описании Внешний размер выключателей 86 на 86 мм Это несколько больше, чем у обычных выключателей И может вызвать проблемы при установке в ряд, это нужно понимать сразу В этой версии используются сенсорные кнопки, обозначенные на передней панели кружочками Для них предусмотрена подсветка Задняя сторона, конструктивно тут предусмотрено по 6 контактов 0 он опционален, входящая фаза и до 4 исходящих Количество фактически подключенных контактов зависит от типа конкретного выключателя Головки зажимных винтов находятся на верхней стороне внутренней части Это удобно с точки зрения монтажа, тут вопросов нет Мне встречались уникальные конструкции, где винты располагались на задней стороне И подобраться к ним отверткой, особенно когда провода в подрозетнике не очень длинные Было еще тем испытанием Выключатели могут быть напрямую подключены к Apple HomeKit, никакого дополнительного софта для этого не нужно На внутренней стороне находятся наклейки с QR кодом Рекомендую их сфотографировать или сохранить в виде цифр Может пригодится, если надо будет переподключить к системе, не придется их демонтировать Для того, чтобы снять переднюю панель, а это нужно сделать, чтобы смонтировать выключатель Нужно чем-то плоским и твердым поддеть ее снизу, там есть паз, держится она на защелках Сам же выключатель крепится на подрозетник винтами, для этого у него есть 4 крепежных отверстия Поэтому при установке подрозетников, обратите внимание, чтобы отверстия для винтов были строго по вертикали или горизонтали Этим часто пренебрегают, так как обычные выключатели держатся при помощи распорок Попавшие ко мне модели конструктивно поддерживают до 3 сенсоров и соответственно линии управления Это логично и понятно, так как у моделей на 4 линии сенсоры располагаются квадратом Круглый подрозетник, выключатели устанавливаются, но еще раз напоминаю про нюансы Внешний размер 86 на 86 мм не позволяет установку в один ряд при использовании круглых подрозетников расположенных впритык друг к другу, между ними должно быть небольшое расстояние Второй момент, на подрозетниках должен быть предусмотрен крепеж для винтов, который следует располагать строго вертикально, а лучше горизонтально Перейдем к подключению, проверим вариант без нуля, так как он и сложнее и встречается чаще, с нулем все просто На контакт L из сети приходит провод с фазой, L1 идет на нагрузку Нуля в подрозетнике нет, он подключен к нагрузке напрямую Сейчас ее роль играет комплектный балласт, один контакт которого подключен к нулю из сети, второй к проводу из линии L1 Для подключения нагрузки я буду использовать розетку, 0 которая подключен к сети, туда же куда я один из контактов балласта А фаза на L1 из выключателя, к второму контакту балласта При таком соединении выключатель работает даже когда в розетку ничего не включено Именно поэтому я рекомендовал всегда подключать балласт при отсутствии нуля в подрозетнике После подачи питания, выключатель переходит в режим подключения, управление в ручном режиме доступно сразу Аналогично ведет себя и второй выключатель, далее я буду экспериментировать с ним, разница только в количестве линий управления, тут их две Сразу начнем с базовой заявленной системы управления HomeKit Для подключения я использую iPad, к сожалению некоторое время назад Apple отключили возможность использовать его как центр управления умным домом Для этого теперь нужен или Apple TV или какая-то из колонок HomePod Центр управления обеспечивает полный функционал для умного дома, включая автоматизацию и удаленный доступ Никакого дополнительного софта я сейчас не использую, только приложение дом Через меню добавления аксессуаров, запускаем сканер QR кодов, сканируем наклейку, система определила что это выключатель Нажимаем добавить, выключатель естественно при этом должен быть подключен к питанию Соединение проходит довольно быстро, далее нужно выбрать локацию где находится выключатель и его название Так как это версия на две линии, то в систему добавляется два свеча, которыми можно управлять по отдельности По умолчанию они объединены в одной плитке, соответственно нужно сначала перейти в нее и потом только получить доступ к каждой из линий по отдельности Но в настройках можно разделить их по отдельным плиткам и тогда управлять и видеть их текущий статус можно будет на основном экране приложения К слову говоря, можно использовать его для управления только одной физической линией, а вторую использовать для автоматизации, например в качестве мастер-выключателя для всего освещения Это будет удобно например при установке возле входной двери Подсветка кнопок по умолчанию Неактивный канал подсвечивается неярким красным светом, активный более ярким голубым Пол комнаты ночью не освещает все умеренно Взаимодействие сквозное, вручную и через приложение Обратная связь от выключателя в приложении дом с небольшой задержкой секунда-две, а отправка и реакция на команды мгновенно Память состояния Включаем лампочку Отключаем питание на входе Включаем обратно, выключатель восстанавливает свой статус Выключаю первую и включаю вторую линию Снова отключаю и включаю внешнее питание и выключатель опять восстанавливает предыдущий статус Кроме Apple HomeKit устройство работает с приложением Cozy Live, оно пригодится как пользователям Android, так и для интеграции в Home Assistant Внешне очень напоминает Tuya Smart и Smart Life После первого включения или сброса, выключатель переходит в режим подключения и обнаруживается приложение Телефон нужно временно перевести в сеть 2.4 ГГц Приложение обменивается данными с устройством, передает ему параметры вашей сети Wi-Fi После чего выключатель получает IP адрес от роутера и становится доступным к управлению Вот так выглядит его плагин Тут я решил переключить приложение на английский, так как на русском все выглядело очень печально Часть надписей осталась на китайском Из полезного тут есть возможность настройки памяти состояния, не только помнить статус, но и либо всегда включено и либо всегда выключено Что касается настройки индикатора, то имеется в виду значок Wi-Fi сети Можно включить или отключить его, по умолчанию стоит режим включаться в момент подключения к сети Стандартное для устройств такого класса расписание включения и выключения по каждому из каналов управления, в зависимости от времени и дня недели На вкладке настроек есть указания совместимости с другими системами управления, такими как Amazon Alexa, Google Home, Smart Sync и другими Можно объединить с другими аналогичными устройствами, есть выбор оформления, можно сделать темную тему Благодаря Cozy Life выключатель попадает в вашу домашнюю сеть и обнаруживается интеграция HomeKit Controller в Home Assistant При добавлении нужно ввести код сопряжения, он берется с той же самой наклейки с QR кодом, так как тут используется протокол HomeKit После этого устройство добавляется в систему Работает все без привязки к интернет, локально Тут есть три объекта Выключатели каждой из линий и кнопка идентификации По задумке нажатие на нее должно на время включить индикатор, чтобы выключатель можно было найти среди других таких же Но по факту она не работает, ее можно скрыть Выключатели работают корректно, по скорости отправки команды и обратной связи при ручном управлении выключателем Полностью аналогично тесту, который я провел с Apple HomeKit В целом устройство оправдало ожидания, нормально интегрируется в Apple HomeKit Для этого не нужно ни дополнительного программного обеспечения, ни шлюза, так как для управления тут используется Wi-Fi Для того чтобы интегрировать его в другие системы, например Home Assistant, нужно организовать подключение устройства к домашней сети Для чего используется приложение Cozy Life Кроме этого в нем есть более гибкие настройки поведения устройства после восстановления питания и управления индикатором сети Что касается сенсорных клавиш, это дело личных предпочтений Кому-то нравится такой способ управления, кому-то механические клавиши, такие выключатели тоже есть Каждый может выбрать то что ему больше подходит На этом все, надеюсь что видео было вам полезным и интересным, буду благодарен за ваши лайки Это поможет другим людям найти этот обзор Если вы еще не подписались на мой канал, самое время сделать это сейчас В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки Как на устройство показанное в обзоре, так и на дополнительные материалы по этой теме Кроме этого я веду телеграмм канал посвященный умному дому Также существует большая группа разделенная на множество тематических топиков Ссылки на них вы также найдете в описании Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!